Во второй части нашего урока поговорим об инструментах, которые применяются для управления объектами в сцене. Это инструменты чаще всего используемые, поэтому и выделено, наверное, самое лучшее место. Это главная панель инструментов, как раз самая середина панели. Select Object инструмент. Этот инструмент предназначен для того, чтобы выделить любой объект. Все очень просто. Инструмент активен. Щелкаем левой кнопкой мыши и выделяем любой объект. А для того, чтобы выделить группу объектов, нажимаем клавишу Ctrl и прибавляем к выделенному объекту следующий объект. А для того, чтобы исключить из этой группы выделенный объект, с этой же клавиши Ctrl щелкаем и отключаем. Все довольно-таки просто. Следующий инструмент мы рассмотрим чуть попозже. А вот эти два инструмента, они относятся как раз к этому инструменту Select Object. Первый инструмент – это регион выделения. Как здесь вы видите, прямоугольный, круглый, ломанный, криволинейный и просто круг. Ну вот, выделяем прямоугольный и выделяем. То, что попало в данном случае полностью в этот прямоугольник, вот зацепим это, выделились два. Ну, для этого служит вот второй наш инструментик. У него два положения. Если шарик находится внутри, то выделяется все, что попадает полностью в прямоугольник. Если мы переключаемся на край, шарик встает. Все, что попадает и все, что пересекает рамочка, выделяется. Ну, вот таким образом работает этот инструмент. Следующий идет – выделение кругом. То же самое, вот что попадает полностью, круг выделяется. Если мы переключаем, все, что попадает полностью, пересекается, выделяется. Так, следующий инструмент – ломаная линия. Но у меня нет, заработало. Допустим, вот так вот берем. А, тут пересекается. А все равно выделится. Ну, с этим понятным инструментом. Никогда просто не пользуюсь. Этот инструмент нажали, не отпуская, держим. То же самое все берем, запаковываем. Так, и последний инструмент. Этот точечный. Здесь появляется точка. Ну, в данном случае она очень маленькая. И ни один предмет туда не заходит. Переключимся на касание. Вот все, чего мы касаемся, выделяется. Ну, этот инструмент очень удобен. Когда у вас огромная сцена, и там присутствуют точечные светильники, маленькие предметики, их нужно выделить, не зацепив остальные. Этот инструмент, наверное, очень удобен. Ну, я пользуюсь немножко другим. Вот для того, чтобы разобраться со следующим инструментом, выделение по названию, нам нужно немножко достроить сцену. А вот у нас здесь геометрические объекты. Добавим сюда сплайны. Вот, допустим, окружность. Дуга. Следующие у нас идут светильники. Можно поставить светильник. Ну, сразу его поднять, чтобы он не так тоскливо светил. Так, здесь у нас камеры. Ну, можно создать направленную камеру. Ну, вот этого достаточно. Инструмент выделения по названию. Нажав на этот инструмент, у нас появляется окно, в котором выделены объекты. Ну, сразу нужно обратить внимание вот на эту строку с кладочками. Она практически похожа на эту строку здесь. Тут есть геометрические объекты, есть сплайны, светильники, камеры. Ну, здесь всё остальное идёт как бы вспомогательные объекты. Дальше не будем разбирать это. Вот, выделили мы все четыре объекта. Все элементы сцены у нас видны. Это очень удобно, когда ваш проект заваливает за сотни объектов. И можно просто запутаться. Для того, чтобы найти нужный объект и выделить в сцене, достаточно пользоваться вот этим фильтром. Убираем всё. И остаётся только у нас камера. Вот сама камера – это сама цель. То, что у нас есть. Если мы сейчас её выделяем, она у нас выделилась. Далее берём геометрию, убираем камеры. У нас только геометрические объекты. Вот, два бокса, шар и чайник. Что ещё хотелось бы сказать. Вот для того, чтобы было удобно вам в больших сценах ориентироваться, когда вы создаёте объекты, вот, допустим, выделим вот этот вот бокс, то 3D Max его сам нумерует. То есть, бокс номер один. Здесь вы можете написать всё, что угодно. На любой объект, чтобы вам было проще гораздо ориентироваться. Ну, вот такой вот инструментик. Так, далее следующее. Вот это окошечко, но практически тот же самый фильтр. Вот здесь сейчас выделено всё. То есть, любой объект мы берём, он выделяется. Если мы переключим, допустим, только свет, у нас выделяются только светильники. Всё остальное становится неактивным. Точно так же здесь вот и камеры. Всё неактивно, только можно выделить камеру. Это тоже очень удобно в больших объектах, чтобы без проблем выделить, допустим, одни светильники. Берём, выбираем фильтр светильники. Всю сцену выделяем. И у нас выделяются только светильники, которые присутствуют в этой сцене. Вот в данном случае это инструменты, касающиеся выделения. Мы рассмотрели с вами инструменты выделения. Эти инструменты, вот эти все фильтры, применяются больше, наверное, в таких трудных ситуациях, когда очень сложно найти, очень сложно выделить. Сцена большая и так далее. А вот следующие три инструмента, вот это вот действительно, наверное, наиболее часто используемые инструменты. Рассмотрим их. Первый инструмент это выделить и переместить. Он выполняет такую же функцию выделить и плюс дополнительно функцию переместить. Щёлкнем на любом предмете. Вот, допустим, на этом кубике. Он у нас выделяется, и появляются оси взяв за любую. Можно просто переместить вверх-вниз. Ещё дополнительные квадратики, выделив которые, можно в одной плоскости вращать, можно в другой плоскости и в третьей. Также можно просто щёлкнуть выделить и взявшись за предмет, совершать точно такие же действия. А следующий инструмент это выделить и вращать. Ну вот, допустим, выделим чайник и видим уже совсем другие стрелочки направления. Это что-то похожее на команду Orbit, только с той разницей, что нет боковых маркеров. И в команде Orbit вращается не сама сцена, а вращается вид из камеры. А здесь в данном случае можно вращать, как выделив полностью всю сцену, так и отдельные предметы или группы предметов. Ну, рассмотрим этот инструмент. Мы видим здесь вот саму орбиту, которая состоит ещё плюс из трёх орбит направлений. Если мы зажимаем клавишу мыши и внутри вращаем, точно так же, как в том инструменте, у нас происходит вращение в трёхмерном пространстве. Если мы берёмся за какую-то из осей, то вращаем в одной плоскости, во второй плоскости, поправим его, и в третьей плоскости вращаем. Вот таким-то образом работает этот инструмент. Можно вращать как один предмет, так и сразу два. То есть точно так же, зажимая Ctrl, выделяем и вращаем два предмета. Здесь уже зависит от другого, то есть выбор точки оси. Могут они отдельно вращаться, могут вместе вращаться. Вопрос вокруг какой точки. Следующий инструмент – это масштабирование. Выделим его, выделим любой предмет. В данном случае здесь имеется три вида масштабирования. Допустим, берём мы за средний треугольник левой кнопкой мыши и масштабируем полностью весь предмет по всем трем параметрам. Если мы берёмся за какую-то ось, то масштабируем один параметр, масштабируем второй параметр. Если же мы берёмся за боковинку, за две вот эти полоски, то масштабируем сразу по два параметра. И, соответственно, с одной и с другой стороны. Но хотелось бы сразу предупредить, что это предмет у нас параметрический. И он больше, если вы делаете какое-то точное моделирование, он больше управляется вот именно своими параметрами. Если мы начинаем масштабировать, в данном случае, этим инструментом, то мы можем наделать непоправимых ошибок очень много. Это, повторяю, если у вас какой-то точный проект. Вот, смотрите, в данном случае мы видим его параметры, этой прямоугольной призмы. Если мы начинаем масштабировать, то параметры просто не меняются. Предмет становится крупнее, хоть полностью, хоть вот даже одну ось поднимаем, параметры не меняются. Здесь просто можно очень здорово запутаться. Этот больше применяется не к параметрическим объектам, а больше к полигональным. Объектам, к подобъектам полигональным. Ну, что хотелось бы еще? Хотелось бы рассмотреть еще один инструментик, вот этот вот. Он также состоит из трех инструментов. Это опорные точки. Вот мы с вами вращали, допустим, два предмета. Вращали, включим вращение. Вот этот значок означает вот эти красные точки, что предметы имеют каждую свою опорную точку. Если мы начнем вращать один предмет, второй также вращается вокруг своей опорной точки. Если мы переключаемся на вот этот значок, это условный центр группы выделенных предметов, то они вращаются вокруг своего центра, то есть центра выделенной группы. Переключаемся в третье положение, это уже вращение происходит вокруг мировой оси координат, то есть вокруг, в данном случае, вот эта сетка, на которой все стоит, вокруг этого центра. Вот то, что вы видите. И в заключении этого урока поговорим о горячих клавишах. К этой группе основные инструменты относятся это выделить, выделить, перемещать, выделить, вращать и выделить, масштабировать. Все остальные, они как бы немножко вспомогательные к этим. На них назначены горячие клавиши, идут они все по порядку, это верхний левый угол клавиатуры. Это вот начиная, давайте уберем, допустим, выделить другой, это клавиши Q, выделить, дальше идет W, перемещать, следующий идет E, вращать и R, масштабировать. То есть, очень быстро можно вызвать любую команду. Также можно вызвать любую команду, вот допустим, нажав правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню, вернее, это квадратичное меню, и вот здесь тоже перемещать, вращать, масштабировать, выделить. Решайте сами, каким способом удобнее вызывать. Я работаю с горячими клавишами. Ну, на этом решите закончить. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова